Небольшая экскурсия по стройке. Дорого-богато, можно сделать любой. У них подход такой, ну как бы немножко лесничек. Через дорожки тут переслил, они строят приемный брось, одна краска. Вот канализация. Правильно? Да, в плите. А все остальное пометится здесь. Друзья, всем привет. Мы сейчас находимся в ближайшем Подмосковье, практически в Москве. Это Зеленоград. Это московский район, хотя отдален от Москвы на 10-15 километров. Хочу рассказать, почему мы здесь находимся. Это очень интересный кейс. Наш заказчик очень любит Зеленоград. Всю жизнь он прожил. И он хочет переместиться из привычной, любимой им квартиры в любимом им городе. Он очень любит город. Мы два часа гуляли по городу, он нам показал все достопримечательности Зеленограда, как он появился, как он разрастался. Наш заказчик вместе с Зеленоградом фактически и развивался, его бизнес развивался. Он занимается электронной промышленностью. Вот он решился из города переместиться сюда, в СНТ, Садовое товарищество. И здесь, кстати говоря, хочется рассказать про этот путь, про эту развилку, которая есть у каждого человека. И наверняка, если она сейчас у вас есть, то я хотел бы, чтобы вы досмотрели этот выпуск до конца и осмыслили, обдумали все преимущества. Покупать участок и строиться в коттеджном поселке или покупать участок и строиться в деревне или в Садовом товариществе. Как ни странно, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Есть плюсы и минусы в обоих вариантах. Вот смотрите, какие здесь интересные есть обстоятельства, какие плюсы. Участок, конечно, внешне не очень кажется благоустроенным, но на самом деле, если к нему предложить немножечко усилий и вдумчиво, переработать вот эту вот страшненькую стенку серую из забора, хотя мы любим серый свет, но, конечно, формат забора не очень, то мы обнаружим, что вокруг нас прекрасный вид. Каскад деревьев разных. Вот сейчас уже осень, и видно, что они меняют цвета, и это очень красиво. И дальний лес. Сформировать участок, благоустроить его озеление так, чтобы не бросались в глаза ближайшие постройки, это возможно. Зеленая изгородь, достаточно высокие деревья могут оградить наш взгляд. То получится, в конечном счете, я думаю, очень крутое место, очень крутой ландшафт. Будем вместе с заказчиком осмыслять каждый этот нюанс, и я думаю, что вам понравится итоговый результат. Следите, пожалуйста, за тем, что мы делаем на нашем канале, и я думаю, что вы увидите много ценных идей, как и садовый товарищ, что можно сделать ландшафт и рельеф абсолютно уникальный. В коттеджной поселке, скорее всего, такого бы рельефа не было бы, и таких задач, таких возможностей не было бы. Были бы более благоустроенные большие солидные дома, но, кстати, не всегда то, что они большие солидные, означает, что они классные, красивые, ими можно будет любоваться. Поехали дальше, сейчас пойдем поближе, посмотрим, что к чему. Друзья, здрасте. Проходите, вот смотрите, на самом деле сюда, и вот мы потом пройдем прямо к бане. Так, здесь никакой подготовки предварительной к показу нет, все как есть, в таком живом строительном процессе. Хоть посмотрим, как это вообще. Да, я вот как раз думаю, что в этом смысле очень полезно. Спрашивайте, какие есть вопросы по срубу и вообще. У меня вот вопрос по внутреннему цоколю. Так, нужно, не нужно делать внутренний цоколь? Ну, видите, вот здесь нет. Здесь нет. А так он у тебя поднимется, получается. Да, ну да, 90 сантиметров. Дерево, камень, все что угодно. Дерево есть у нас очень красивое, если сказать, вам нужно посмотреть, у нас в офисе есть 3D-панели. Это деревянные колоты из кедра панельки или есть пиленные. Они очень разные, очень прикольные. В принципе... А можно не делать? А можно, да, можно просто бревно, да. Как говорится, хозяин Бэн. На веранду, да? Да, это веранда, тут сдвижная дверь. Как мы любим, большая веранда. Часть открытая, часть закрытая. Стоечная система из кела, тоже более большого диаметра. Здесь стена 26-28, то тут почти... Сразу, получается, строите, подшиваете потолок, да? Да. Эта подшивка, она требует, ну, такой, более-менее точной подгонки. Нам хочется что-то такое сделать. По пути, знаете, как... Дорого-богато может сделать любой. А сделать, например, там... Ну, недорого, но со вкусом. Недорого, но со вкусом. Вот так. Это наш технический директор говорит, что сделать дорого, дорого и круто, это любой дурак сможет. А сделать круто, но недорого, это уже требует определенного интеллекта. Но сразу вам скажу, хорошие вещи, они все равно не стоят дешево. То есть, они могут стоить разумных денег, они могут стоить неразумных денег. Дело даже не в кела, а дело в том, что с ним связано. То есть, это может быть и связка с делочными материалами, это связка с оконными конструкциями, с инженерными системами. Если это хорошие вещи, они, ну, в принципе, дешево не варят, поэтому я здесь тоже должен подготовить. Дмитрий, мы уже больше полугода, как познакомились с первым видосом. А какой был тот самый видос? Баня такая большая с озером. Ага. Короче, задумались строить дачу. Ага. Давай искать что-нибудь. Смотрели сначала клееный брус, короче, хотели сначала что-то деревянное. Потом увидел этот дом. И мы, я смотрю там, увидали, вот это все серое, все настолько. Начали искать, гуглить, кто строит, кто что. Смотрел очень много ребят. Угу. Все сомнительные. Ну, в принципе, много кому звонили. Короче, съездили потом к вашим ребятам. И поняли, что хотим у вас строиться. Ну, что вот изначально понравилось, первый раз, когда увидели, к этому и вернулись. Ну, это интересная обратная связь от вас. В целом мы к этому и стремимся, чтобы мы становились не просто, мы типа, вот мы там тело там, или вот мы там бревна делаем. У нас подход, что мы все-таки соединяем, с одной стороны, природный материал, с другой стороны, хорошую архитектуру, хороших экспертов по каждому направлению. Мы в этом смысле центр компетенции. И с чем это отличие наше от других команд? Так как мы нацелены были с самого начала, чтобы работать от начала до конца, то есть не только в сруб, но и все-все-все, и включая, да, и потом еще эксплуатации. Потом мы помогаем клиентам, мы обратную связь от них, мы общаемся, мы приезжаем. А ребята, которые на производстве, в лесу, у них подход такой, ну, как бы немножко лесничек. Здесь у нас команда архитекторов, здесь у нас команда отопителей, печеников. Мы всех их соединили, садимся вот здесь со стола переговоров, грубо говоря, и все вместе обсуждаем, с вами решаем. Мы стремимся быть доступными для клиентов, потому что мы делаем продукт, но все-таки мы считаем, не для миллионеров, не для каких-то там, прям, небожителей. Мы делаем для адекватных людей, и в этом смысле мы, наоборот, стремим все. Мы тоже вот осматривали, мы практически все ваши смотрели ролики, я тоже сказала, ну, ведь люди строят, нормально. Да, и у нас за счет этого, у нас такой оборот сейчас, просто делаешь хорошо, и ну, все дальше само складывается. Как бы, какой смысл за кем-то бегать? Где там реализовывать это все, начали смотреть для себя тоже, подыскивать участок, и приехали смотреть, проезжаем мимо и видим ваш дом. И я подхожу, говорю, ребята, так и так хотим строиться, можно пройти и посмотреть? Ну, и мы зашли, понятно, что мы хотим. Я говорю, я больше ничего не хочу, мне нафиг этот клееный брус не нужен, через дорожку тут перешли, вот они строят этот клееный брус, зашли, одна краска, я говорю, ну и чего, вот тебе. Атмосфера совсем другая. Это, я вам скажу так, у нас есть много заказчиков, то есть, если ты один раз побывал в этом доме, а если ты его там уже купил, то ты после этого уже переключаться на что-то другое, ты уже такой, ну, зачем? Тем более, что, знаете, вот, скажем, в Финляндии, там ситуация, ну, в европейских странах, там ситуация такая, что там кело, это супердорого, это суперэксклюзивно, это стоит в два раза, x2 к цене клееного бруса Хонки. У нас, наоборот, Хонка дороже стоит, поэтому у нас есть немало премиальных таких заказчиков, которые, в принципе, даже не ограничены особо в деньгах, но они такие, ну, зачем? Покупать дороже в два раза, то, что не такое уж там, прямо уже эксклюзивное, а вот это, кело, для тех, кто понимает, я думаю, что этот материал как раз, ну, гораздо более ценный сам по себе. Интересует, как бы, технический момент, вопрос по коммуникации, просто я не строитель. Пойдемте на примере фундамента расскажу. Здравствуйте. Марина Абрамов. Здравствуйте, я Дима Беляев. Мы вот как раз сейчас обсуждаем тоже с нашими потенциальными заказчиками. Давайте, наверное, все вместе пойдем туда, я расскажу про фундамент, как мы это делаем. Вот здесь можно посмотреть, как устроены наши фундаменты в целом и конкретно по сетям. Основа – это монолитная плита с лентой. Вот она идет по всем периметру. Здесь лента, она фактически, это как полный цокольный этаж. В вашем случае у вас такого не будет, большого перепада. Коммуникации все заводятся под плиту, но все это, на самом деле, только канализация. То, что касается отопления, электрики и воды, оно будет разведено по плите в составе утеплителя. Утеплитель скрывает всю эту конструкцию, то есть здесь у нас утеплитель, он еще будет в отмостке, здесь утеплитель и здесь утеплитель. То есть вся плита, она теплая, она не промерзает, за счет этого нет сил пучения. Потому что основная проблема в Подмосковье – это сила пучения. Здесь вот грунт, он глина, суглинок, он водонасыщенный. Когда промерзает, начинается пучение. Пучение – это основная проблема для любого дома, а для деревянного особенно. Потому что деревянный дом легкий, и вот очень часто можно увидеть деревенские дома. У них перекошенные террасы. Это все вот как раз от того, что у тебя не то чтобы под силой веса, собственно, проседает, а наоборот, его выкидывает наверх, дом в целом. Чтобы этого не происходило, вот она, эта наша конструкция. Здесь она, кстати, хорошо видна. Бурно-бивные сваи с пятками уширения. Вот эта пятка, то есть там будет залит бетон, он позволяет внести большую нагрузку. То есть сила давления на грунт, она такая, что вот эта пятка, она выдерживает легко вес этой террасы. Когда промерзает, грунт будет, не будет поднимать, потому что, да, эта пятка, она там как якорь, как перевернутый гвоздь. Вот это вот самая эффективная конструкция. Многие делают и террасу заливают бетоном, но это неправильно, или лентой. Потому что если ты лентой зальешь, то сила пучения, так как она промерзает, она будет ее поднимать. То есть вот эта не промерзает, потому что это утепленная, а эта промерзает, потому что она не утепленная. Поэтому должно быть на глубине и с пяткой уширения, чтобы не выталкивало. Вот такая конструкция, у нас используется в 90% случаев для фундаментов. И она решает все проблемы. А вот канализация, правильно? Да. Она идет уже в плите. Да, в плите. И это, в принципе, единственное, что нужно развести под плитой. Потому что вот эти толстенные трубы, с учетом разуклонки, они не поместятся. А все остальное поместится здесь. Все, я понял. Пойдемте дальше внутрь. Крыша у нас... Ну, вот здесь закрытая стропильная система. Она может быть открытой стропильной системой на ваш вкус, какая больше понравится. Это закрытая. Да, вот она. Вот она, так и финальный вид, по сути. Открытая. Открытая, ну, это когда мы видим стропиль. Да, без обшивки. Но у открытой надо делать дранку. Потому что с мягкой черепицы, с металлом, открытую не сделать. А если делать, то это получается двойная стропильная система. Почему? Потому что металл снизу подшивать приходится. А дранку не надо. То есть дранка, она работает как материал в две стороны. Лицевая сторона смотрит в небо, она красивая. И оборотная сторона смотрит на нас в открытых частях, и она тоже красивая. А это келла, да? Да, нет, это келла. Кедры мы используем чаще в парной. Совершенно верно. Вот чувствую, что вы тоже видео смотрите. Ну, а вот это вот получается, эта верхушка фундамента, да? Да, это просто монолитная плита. Она такая достаточно более-менее гладится. А почему она как начинает утепляться? А дальше у нас есть утепление снаружи. А потом внутри по ней прям будет 10-15 сантиметров экструдированный полистирол утепления. И это тоже плюс, что у тебя все сплошняком поле утепления. Получается вот где-то до первого венца. В расчет, да, идет так, что стяжка, она перекроет этот стык. Потому что этот стык, он утеплен. Кстати, видите, там такой сантиметровый, вспененный. Да, да, да. Это тоже не случайно тоже к этому пришли, чтобы у нас сруб, он прям ложился на цоколь максимально плотно. Но все равно, как бы это не было плотно, там может быть зазор. И поэтому у нас есть толстый слой экструдированного полистирола, который дойдет до сюда. Все, и вот этот толстый слой, он закроет этот стык. И все водопроводные трубы. Все там, да. И это, в принципе, сейчас универсальная система. Все, в принципе, так и делаются. Есть эта шведская плита, она очень популярная. Это когда утеплитель не на плите, а под плитой. Чтобы плита стала как тепловым аккумулятором. Это удобно для шведских систем отопления, потому что в Финляндии, в Швеции у них там электрические системы отопления. Двухтарифные. Ночью гораздо дешевле. Но в нашей условии у нас никто не топит электричеством. Газ гораздо дешевле. Поэтому нет смысла эта тепловая инерсия. Она, наоборот, неудобна. То есть ты хочешь быстро отрегулировать, а у тебя пока это разогреется. То есть, наоборот, только минус. Поэтому у нас шведская плита, но как бы наоборот. Но мы все равно плиту утепляем за счет вот этого, что я вам показал снаружи. Здесь утеплен только пол. Крыша утеплена. А стены никогда не утеплены. Нет. И не надо. И что, да, вот эти радиаторы, это у нас да. Да, да. Стены с точки зрения теплоэффективности гораздо важнее. Я тоже об этом рассказывал много раз. Гораздо важнее крыши. То есть 35% тепла уходит через крышу, стены только 20% тепла. И, как правило, со стенами никаких проблем нет. Даже если они там 28-26 сантиметров толщина. Это не проблема для теплоты дома. Нуженцовый утеплитель вы потом... Подрезаем, да. Он обычно у нас немножко торчит с запасом, чтобы быть уверенным, что нету дырки. Потому что если его не видно, вот как здесь, да, ну непонятно, он там есть, нет. Поэтому лучше, чтобы он немножко торчал, а там он уже подрезается. Ну, это вот самое у нас популярное. Вот толстосантиметровый термообработанный джут. Можно еще другой. Можно там шерсть. Но вот мы чаще используем джут, он нам кажется самым оптимальным. Шлифуется? Нет. Можно, конечно, отшлифовать, но мы тогда, насколько мы потеряем, вот этот... Это прям лишает. Фактуру. Да. Для бани это преимущество, что у тебя прям вот этот вот... Если вы думаете о доме, ну, может быть, мы можем там... Нет, я просто спросил. Нет, а можно шлифовать, он надо чем-то покрывать будет потом. Вот, мы, так как сейчас говорили, что вот Станислав, Кристина, вот они видели живую баню. Зашли, очень понравился запах. Как только ты находишь какое-то покрытие, запаха нет. Запаха нет. Сразу. А сколько вот он держится запах? Я вообще не вижу никаких... Я вот наблюдаю дом, один, 7 лет я вот наблюдаю, заходишь, все равно запах, да. Ну, к нему, кстати, привыкаешь. То есть ты зашел, да, ты, знаете, как это привыкаешь, ты зашел, ты первую его минуту чувствуешь, а потом обоняние адаптируется, и ты уже не чувствуешь его. Выходишь, потом снова заходишь в дом, чувствуешь, да, то есть вот он такой, он ненавязчивый, он вас каждый раз встречает. Это такой запах, который вас встречает, но он вас не преследует. А за сколько вообще строится такой дом? Как бы вот так реально год полтора, полгода где-то занимается стройка сруба с учета монтажа, и год дальнейшая отделка. Можно быстрее, можно и за полгода сделать, но по факту реальная практика, что люди не склонны гнать, когда они видят вот этот материал, они видят, что он им нравится, они начинают думать... Должна вот это быть... Дело не в усадке, дело в вашей как бы усадке, ментальной. Ну, например, так, все-таки я хочу окна там с наличниками такими или сякими, я хочу сантехнику такую или другую, я хочу плитку такую-сякую, и начинается вот этот творческий процесс, который на самом деле во многом от вас зависит, а не от нас. Вот для этого, ну, все-таки довериться дизайнеру, и я знаю, это очень сложно, но как-то вот отпустить немного. Многие люди вот начинают собирать, они пора ехали в какую-нибудь строительную там магазин, выставку там что-то, это хочу, это хочу, это хочу, а это не сочетается на самом деле. То есть это отдельно красиво на витрине, но это на самом деле не сочетается, а поверить в это человеку сложно. А вот эти большие стекла, они не промерзают тоже? Большие окна. Допустим, вот этот вот выход. Мы полностью обеспечиваем за счет того, что оконная конструкция, там двойная камера, стеклопакет, примыкание очень хорошо проработано. Мне так кажется, это простенько лаконично, там на самом деле за этой фанерой штраба, там внутри есть утепление, и за счет этого промерзания вот тут вот в зоне примыкания не будет. Ну и само по себе стекло, оно тоже теплое. И снизу конвектор, да, снизу конвектор, встроенный в пол. Есть способ, когда и без конвектора можно сделать, но это надо делать керамическую плитку. Если сделать вот именно зону горячего пола, уже не теплого, а горячего пола. Получается, мы же хотим, чтобы где кухня-зал, да, и выход натирался, правильно? Да, мы можем плитку сделать, грубо говоря. Так там и будет плитка, и теплый пол. Да, можно сделать. Можно сделать без конвектора. Потому что конвектора у них есть недостаток. В нем грязь, пыль, бывает мебель на него поставишь, он ломается. Лучше сделать, когда теплый пол. Сейчас очень много плитки под дерево. Который может сымитировать, да. Ну, а можно камень-камень. Это тоже подход. Тут разный есть подход. Кто-то любит, чтобы камень был камнем, а дерево было деревом, а кто-то готов поиграться. А как, если делать все в дереве, то потом давить будет? Ну, да, это сочетание. Мы сейчас тоже обсуждаем с клиентом. Он вообще хочет. Стены только кела, пол, бетон, шлифованные потолки, гипсокартон, стекла. Звон минимализма такой будет. Нет, здесь этот ваш творческий процесс, который мы здесь можем только дать вам варианты. А уже что вам нравится, вы сами для себя выберете. А скажите, вот для Подмосковья диаметр бревна. Другие компании мне там объявляли 26-28, да вы что, замерзли? Нет, неправда. Вот абсолютно. 26-28, если хорошо, качественно он срублен, вот как у нас, то это вот за глаза. Допустим, зимой в минус 30, у нас будет холодно. Не будет холода. Да 36? Нет, нет, это как раз 26-28. А, да? Да, да, да. Да не замерзли. Все, спасибо большое за экскурсию. Пожалуйста, всего доброго. И особенности, о которых тоже хочется рассказать. Участки на сложных рельефах. Друзья, надо с одной стороны понимать те недостатки, которые есть, когда рельеф сложный. Это более высокая стоимость строительства, это ограничение по планировке, это, конечно же, более, может быть, сложное само по себе передвижение по участку. Ну, представим себе, вверх-вниз подниматься, может быть, и устанешь. Не так удобно для людей пожилых, не так, может быть, удобно, если ты хочешь перемещаться на участке с газонной косилкой, или, я не знаю, там, с велосипедом, или с коляской. Но есть и преимущества. Вот в данном случае какое бы мы получили преимущество? Незаметненько, шаг за шагом, мы опускаемся все ниже и ниже. Если там в самом начале баня, она врезана как бы в грунт, то есть она ниже уровня грунта, то здесь почти уже кажется, что условно бы целый этаж. И это всего лишь мы сделали два десятка шагов. Что это дает? Ну, во-первых, очень интересный эффект отсюда. Если отсюда мы смотрим на эту баню, то каскады, крыш, раз, два, и эта терраса, они создают ощущение, что перед нами очень и очень большое масштабное сооружение. А представьте, а дальше над ним еще будет каскад крыш дома. Посмотрите на проект дома, посмотрите на проект бани, представьте себе, как они друг с другом будут сочетаться. Дом из клееного бруса, баня из кела, с этими широкими каскадами крыш, с этими широкими карнизами. Очень здорово. Отсюда это реально будет смотреться очень мощно. А при этом с улицы, со двора, это будет очень скромно. Низенькая приземистая баня, с террасы дома. Баня вообще кажется где-то снизу небольшой. Очень интересная композиция. И в этом плане участки с рельефом, это интересно. И, если честно, я их люблю. Хотя я знаю, какие ограничения, какие сложности. И пристройки сложные. Видите, тут целая курская дуга просто. И архитектору сложные непросто. И заказчик всегда недооценивает уклон. Это, кстати, тоже интересная штука. Если вам кажется, что уклон метр, умножайте на два. И это будет реальный уклон. То есть, как правило, в два раза, в два раза люди занижают. То есть, им кажется, что уклон метр, реально два. Кажется, два метра уклон, реально четыре. Это удивительно, но цифра x2 всегда актуальна. Если говорить еще о конструкции. Важная составляющая. Вот такая конструкция, которую мы всегда рекомендуем. Это буронабивные сваи с пятками в ширине. Там мы вам покажем, как это устроено под землей. И монолитный фундамент. Это сочетание монолитной плиты и ленты. Утепленный. Это самый надежный и самый правильный, на мой взгляд, для большинства ситуаций фундамент. Хотя, конечно, бывают отхождения от этой конструкции. И у них тоже есть свои основания. Почему иногда мы делаем другие конструкции. Но в большинстве случаев это подходит. Хочу немножко рассказать про то, что нас ждет внутри. Пойдемте в небольшой экскурсии. По постройке. То есть, вот здесь мы ворвались в эту стройку совершенно без какого-то там благоустройства. Заранее извиняюсь, что там не супер прибрано. Но пойдем внутрь, посмотрим, что там нас ждет. Интересная композиция, интересная компоновка. Это проект удивительного архитектора Станислава Фролова. Он очень любит этот рассеянный свет, который создает этот фонарь. Мы уже делали подобную конструкцию в бане, которая называется баня за миллион долларов. Выпуск в этой бане вышел у дневника дизайнера. Очень интересный обзор. И здесь мы повторяем, но немножко на другом уровне. Потому что здесь, в этой части, это не просто для света, там еще и для жизни. Там спальня. Это очень частый запрос. Баня со спальней. Но мы никогда не делали такую баню со спальней. Обычно мы делаем баню на первом этаже. В составе композиции первого этажа. А тут мы пошли на второй этаж. С этой стороны баня кажется вообще трехэтажной. За счет того, что терраса высокая, двухметровая. А внутри основной этаж он один, конечно. А вот этот этаж с этой спальней, он антресольный, второй. Пойдем внутрь, посмотрим, как это все устроено. Так, друзья, здесь мастерская, по сути. Почти всегда мы устраиваем такие мини-мастерские в нашем строительном антураже. Большая часть работы нашей это подгонка, подборка доски. Здесь видно, что доски разной длины, разной ширины, с разными поверхностями. Мы с ними работаем очень внимательно, стремимся создать интерьер, в котором каждый элемент, каждая деталь, понимаете, аккуратно подогнанно. Поэтому, наверное, вот в этой мастерской сейчас вид очень-очень такой строительный. Но давайте представим себе, что здесь интерьер будет завершен. Что нас тут будет ждать? Первое-наперво, осевая композиция гостиной. То есть есть ось, вокруг этой оси все формируется. Вот она здесь по центру комнаты. И такая же композиция здесь на террасе. Расположение обеденного стола снаружи, внутри, мягкой группы. Оно диктуется вот этим расположением вокруг основной центральной доминанта. Это вот этот скат крыши. Мы повторяем потолком форму крыши. И за счет этого очень важно, чтобы объемное планировочное решение внешнее, оно органично перетекало во внутреннюю композицию. То есть если у нас центр снаружи это конек, то центр и внутри в планировке помещения это тоже вот этот конек. Поэтому развиваем и как правило и здесь, и во многих проектах композицию интерьера от даже можно сказать, что общего внешнего облика здания. Ну и вот то, о чем мы говорили. Здесь на втором этаже у нас интересольная спальня. Она очень и очень интересная. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что там нас ждет. Ого, тут пола-то нет. Давай помогу. Так, друзья, вот мы сейчас с вами находимся в спальне. Антресольная спальня. У нее не будет отдельно двери, будет только подъем с лестницы. И здесь нет глухих стен. Все стены с огромными окнами. Интересный очень формат. Мы думали заказчикам, стоит ли сделать хотя бы одну глухую стену. Решили все-таки не делать. Со всех сторон окна очень светлые. Я думаю, что это будет просто невероятная спальня с очень красивыми видами. Не знаю, как вам, но мне эта история очень нравится. Хотя, конечно, надо еще сильно додумать, представить себе, как здесь все будет. Мы хотим отделать стены 3D-панелями. Покажем вам, как выглядят эти 3D-панели. Очень здорово. Мне кажется, формат материала будущего. Наверное, здесь, на этом этапе, уже хотелось бы объявить о нашем новом конкурсе. А вы, наверное, заметили, что мы в основном строим бревенчатые дома, бревенчатые бани. Мы ведь и не только. Вообще, Кело можно использовать не только для строительства, но и для каких-то элементов декора, быта. Мы делаем подставки для вина, подставки для айфонов. Мы еще делаем подставки для цветов. Ребят, а еще какие можно предложить для Кела способы использования? Объявляем конкурс. Напишите нам, пожалуйста, 10 способов использования Кела необычных. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, надо быть подписанным на наш канал, надо поставить лайк этому видео и написать 10 способов. Очень ждем. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok